всем привет как всегда говорю спасибо вам за то что смотрите эти ролики за то что пишите комментарии и за то что оказываете материальную поддержку канал это всегда приятно и никогда не бывает лишним что вы там не было ну и напоминаю в очередной раз о том что существуют плейлисты на канале посмотрите плейлисты и может быть вы увидите там пластинку которую хотели бы увидеть в моих руках она там уже есть поэтому прежде чем писать заявки хоть и хотя у нас здесь не программа по заявкам но тем не менее иногда ваши заявки совпадают с тем что есть у меня дома с тем что я хотел бы показать вот прежде чем писать эти заявки посмотреть в плейлисты может быть там уже заявка выполнена была год назад или полгода назад ну а я вернусь к определением к определением стилей об этом я говорю буквально через один ролик если не если не каждый потому что это штука которая портит вкус портит понимание музыки и значительно сужает кругозор если упираться в название стилей вот например если говорить о панк-роке или о панке вообще в принципе вот пластинка party smith 1975 года издание называется она хосос они я поговорю чуть позже очень хороший альбом очень значимый в истории рок-музыки знаковый значимый судьбоносные и так далее как угодно можно говорить но кто такая party smith 99,9 процентов журналистов обозреватели музыковедов критиков и прочее пишут про нее что party smith это панк она играла панк-рок так вот party smith никогда не играла панк-рок у нее нет ни одной песни в стиле панк она себя никогда в жизни не называла панком да и друзей среди панков у нее по и не было вообще-то то есть эта девушка совсем далека от понятия панк почему ее называют панком потому что она читала стихи со сцены в клубе себе джиби американском выступала там со своей рок-группой которую собрала уже после того как читала стихи решила озвучить это дело желанная вместе с полем верленом лидером группы телевизион все знают да про это наверняка верлен дни и ночи напролет занимался на гитаре на своем фендере а party smith писала стихи и наслушавшись музыки поля верлена решила собрать свою группу группа это играла то что называется классический гитарный американский тяжелый рок и ничего другого эта группа не играла никакого панка никакого там я не знаю что хардкора ничего даже близко не было и почему я так говорю потому что я не знаю почему критики пишут о том что это панк если у вас есть уши и ему про себя говорить у меня есть уши я такой умный если у вас есть уши они у вас есть я уверен послушайте просто я не говорю про поздние альбомы party smith там уже совсем просто такой женский брюс спрингсин брюс спрингсин в юбке если вы считаете что если кто-то считает что брюс спрингсин за панк-рок то конечно да конечно тогда да вот эти два альбома просто мои любимые пластинки party smith послушайте их и если вы услышите там панк-рок я вам сделаю какой-нибудь подарок я не шучу потому что еще раз повторяю этот классический гитарный тяжелый американский рок близко не касается никакому ни к секс-пистол с ними не ни 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 к чему вообще такому подобному заметьте рамонс я не упомянул об этом будет отдельная история просто party smith находилась в клубе себе джиби постоянная а критики пишут что значит себе джиби раз себе джиби знаешь панк у них и блонди панк понимаете ну это это что это что блонди это что панк-рок вы слышали пластинки блонди где там панк-рок есть панк-рок да но это какой-то значит другой панк-рок мне неведомый ну ладно party smith и и считали одной из самых красивых если не самых как если не самой красивой девушкой в рок-музыке 70-х годов в нью-йорке во всяком случае она действительно была красавица собрала рок-группу продюсером выступил сначала сначала она записала сорокопяточку не помню даже где на какой какой студии с какой компанией без претензий абсолютно и вдруг она стала неплохо продаваться стала популярным ну так относительно не как дипепл да там и запилим ну по крайней мере стала популярной в нью-йорке и тогда уже компания ареста делаю под крыло и записан был первый альбом который стал бомбой настоящий настолько неожиданно настолько круто настолько по-своему все было сделано что это пластинка стала классикой классический урок это классический американский шикарный рок при этом он гитарный он гитарный гитарные и вот не хочется мне употреблять слово на букву а ну потому что авангард да никакого авангарда не было просто это свободу свободный очень очень свободное исполнение и здесь прослеживается прослеживается тропиночка и группе grateful dead да например в смысле свободы игры на гитарах и другая тропиночка который ведет группе velvet underground где тоже достаточно свободные были игры на музыкальных инструментах но ни то ни другое никаким панк-роком никогда не являлась согласитесь не grateful dead не velvet underground это совершенно другая эстетика другая музыка другой взгляд на мир другое понимание себя и своего места из я извиняюсь в искусстве поэтому никакой она не панк конечно но пластинка тем не менее шикарная начинается она с песни вэна моррисона которую он исполнял в группе дэм под названием gloria эту песню много кто исполнял но так как party smith ее здесь записала не исполнял ее никто это такой бешеный драйв такая опять-таки свобода в игре свобода это не значит фальшиво это не значит абы что абы как абы где это свобода мысли и там начинать все достаточно традиционно gloria и раскачивается 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 доходит до сумасшедшего драйва дикий драйв свинг если хотите если угодно я могу использовать это слово потому что музыка тащит там внутренний свинг вот это колесо она катится и громко гитары ревут party smith кричит при этом поет не побоюсь этого слова и в общем эта песня конечно эта версия она посильнее чем у дэм на мой взгляд однозначно на группа дэм то в общем своем моррисона посуществовала недолго иван моррисон ушел в другую совершенно сторону гораздо более интересного чем было в группе дэм с традиционным ритмом и блюзом просто морис моррисон очень громко пел там но party smith на мой взгляд превзошла группу дэм на 10 голов с этой версии песни gloria найдете там панк-рок я вам сделаю подарок я уже говорил конечно redonda beach немножко такое самодельное регги как я написал в какой-то рецензии но приятная вполне приятная такая такая американская песенка birdland и free money это уже традиционная манера party smith начинается за здравие окончается не за упокой окончается бешеным взрывом эмоций который не давит слушателя а как бы поднимает его наоборот одухотворяет поднимает заставляет воспалить мощным гитарным роком и пением тире не рэпом да но чтением стихов под музыку party smith который переходит в пение потом обратно в чтение стихов напоминает джима моррисона если первая песня у нас принадлежит вену моррисона то здесь в манере джима моррисона которого party smith очень любила и в общем во многом ориентировалась на группу doors а и конкретно на моррисона и вот эти вот поэмы переработанные в песне которые становятся песнями в результате потому что появляется мелодия появляется пение и бешеный накат барабанов гитар так так это все вламывает настоящий рок-н-ролл очень очень убедительно очень здорово кимберли еще один момент чтобы расслабиться американского гитарного рока легкого достаточно свободного break it up ломаная сложная песня на гитаре здесь играет том берлен из группы телевизион она сложная она по структуре сложная хотя гармония достаточно простая но ритмически она вся как-то такая перекошенная но вполне себе слушабельная очень хорошая и лэнд и элеги два последних номера сросшиеся в один это уже большой привет от группы velvet underground от джона кейла от лурида от дранирования вот этого вот вот тянущихся нот которые здесь сделаны на гитарах и на клавишах если мне память не изменяет здесь на клавишах играл даже музыкант из группы blue и строка вот кажется да я боюсь спутать в общем мощь ярость ритм который рифмуется пересекается с песней gloria во второй ее части когда начинается вот этот бешеный драйв сумасшедший и в общем эта пластинка конечно оставляет незабываемое впечатление она начинается с адского вот этого на наезда на слушателя в gloria почему очень музыкального очень хорошего очень сильного и заканчивается лэнд элеги примерно как как на двух опорах держится эта пластинка очень круто очень здорово и джон кейла спродюсировал сказать очень хорошо в отличие от некоторых его работ которые весьма сомнительны но на мой взгляд на мой вкус а вот эта вторая пластинка party smith radio эфиопия которая вышла через год на волне успеха первого альбома а успех этот как появился стал расти 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 и потом вознес party smith уже на ту ступень с которой ее практически не сковырнуть она уже стала брендом party smith она уже стала состоявшимся артистом а с альбома радио эфиопия меня познакомился время андрей панов с гим за что ему безумно благодарен мы еще не слышали хосес не слышали радио эфиопия и сразу влюбились музыку party smith она настолько хороша насколько неожиданно андрей панова тоже кто-то нашептал что это панк но он был человеком умным он послушал это искал что это вообще никакой не панк конечно это просто кайфовый свободный свободный раскрепощенный творческий и ищущий рок гитарный свободный от условностей от каких-то вот этих коммерческих штампов хотя песни здесь обвиняли кстати party smith не некоторые критики с после выхода этого альбома что она стала играть более коммерческую музыку она как сказать коммерческую она просто более традиционно в некоторых песнях eskme angels вообще вообще просто вот такая рок-песня гитарная никакого авангарда хая вырвалась никакого вот этого полета сознания здесь нет ну правда дальше nt strange попис и писем на ныр его три песни в которых начинается все таки вот это party smith ская поэзия декламация она же пение и больше пение уже чем декламации и на второй части песни как всегда накат увеличивается плотность появляется больше звуков больше гитар гитары немножко импровизируют хотя в основном конечно там четкие партии придуманные но и звук и все и вот это такой не то чтобы хаос возникает а очень плотное давление если хотите можно использовать слово психоделическое хотя все очень по роковому здесь очень прямо на второй стороне pump in my heart классическая гитарная американская штучка интересная distant fingers и вот радио эфиопия абиссиния заключительные заключительное полотно длиннющие это опять-таки здравствуй в этом играунт только еще интереснее и больше рока ревущие гитары воющие с перегрузом с фидбэком со всеми делами барабаны клавиши голос party smith и вот такой космос рок космос на вас наваливается так что очень хорошие две пластинки следующий альбом party smith они все более традиционные они вот как я уже говорил такой брюс принксин в юбке я с party smith общался почему я так уверенно говорю что никакой не панк она в честном виде хиппи по идеологии она всегда исповедовала идеологию хиппи дети цветы мир любовь но нет войне и все вот в этом роде просто она выглядела немножко по-другому и таковой она и осталась я был на ее концерте она закрывала концерт песни боба дилана like rolling stone весь зал встал подпевал party smith было очень здорово так что кто-то считает что не люблю женщин в руки люблю но не всех party smith люблю и пошел пить пока